Залуженный приказал, а Польша прикрыла. Кто взорвал северные потоки и при чем тут Курская область? Запад на фоне событий в Курской области неожиданно расчехлил тему с северными потоками. На этот раз главными действующими лицами оказались украинские дайверы, экс-главком ВСУ Валерий Залуженный и Польша. Первые, судя по контексту, ныряли с бомбой, второй отдал приказ, а третье покрывало преступников. Во всей этой ситуации не мешает поразмыслить как минимум над тем, почему Берлин и Вашингтон вдруг решили вытащить скелет из шкафа. И здесь даже не столь важно, настоящий это скелет или муляж. Гораздо интереснее, почему именно сейчас и может ли это быть связано с событиями в Курской области. Что мы знаем о северных потоках? Взрывы на российских газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 стали одним из самых резонансных событий 2022 года. Расследование, проводимое западными странами, за два года так и не выявило виновных. Российской стороне провести собственное расследование возможности не предоставили. Информационный вакуум время от времени пытались заполнить СМИ. В феврале 2023 года известный американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью под названием «Как Америка уничтожила северный поток». По сведениям журналиста, взрывчатку под нити газопроводов заложили водолазы ВМС США. Действовали не под прикрытием учений НАТО. Взрывные устройства были приведены в действие гидроакустическим буем, сброшенным самолетом ВМС Норвегии. Конечно же, и в Вашингтоне, и в Осло все обвинения опровергали. А спустя месяц после публикации Херша целая армада западных СМИ начала опубликовать свою правду. Якобы за взрывами стоит некая проукраинская группировка. При этом ни сам Владимир Зеленский, ни кто-то из его окружения с диверсией на газопроводах не связаны. США и Европа, само собой, тоже ни при чем. В Москве версию с украинским следом отвергли. Там заявили, что осуществить подобный теракт под силу лишь небольшому числу спецслужб. Президент России Владимир Путин заявил, что газопроводы взорвали, скорее всего, американцы или кто-то с их подачи. И здесь самое время вспомнить Польшу. Сразу после диверсии на газопроводах Радослав Сикорский, в то время депутат Европарламента, а ныне глава польского МИД, опубликовал в соцсети X снимок поверхности моря, где видна утечка газа. «Спасибо, США!» – подписал фото Сикорский. Позже дипломату пришлось объяснить свои слова. Он назвал причастный США к диверсии своей личной гипотезой. «Я рад, что северный поток, с которым все польские правительства боролись 20 лет, парализован на три четверти. Это хорошо для Польши. Пусть датское расследование найдет преступников. Естественно, я выдвигаю рабочие гипотезы о том, у кого были мотивы и возможности сделать это только от своего имени», – заявил дипломат. Примечательно, что тема северных потоков в заявлениях Сикорского вновь всплыла 22 марта нынешнего года, аккурат в день теракта в Крокус-Сити-Холле. Издание «Речь Посполита» опубликовало интервью с главой МИД Польши, в котором он заявил, что США знали о подготовке диверсии на газопроводах. Если верить в прессе, это – диверсию на газопроводах – сделал кто-то, кто был в этом заинтересован, и американская сторона заранее знала об этом и не препятствовала. Так что, похоже, было за что быть благодарным, – сказал дипломат. Учитывая, что США всячески отрицали причастность к диверсии, заявление Сикорского стало неожиданностью. Ведь одно дело, когда о своих личных гипотезах говорит евродепутат, и совсем другое – глава МИД. И главное, сказано это было в очень подходящий момент. После теракта в Крокусе, который выглядел как открытая провокация России на жесткие ответные шаги, именно слова Сикорского раз за разом приходили на ум. А заодно вопрос – можно ли считать намеки Сикорского оплошностью? Или же это целенаправленное указание в сторону США с целью столкнуть крупнейших игроков лбами? Второй вариант кажется вполне возможным, учитывая, что Вашингтон, вдоволь поживившись, пытается выйти из украинского проекта. А для европейских элит критически важно втянуть американцев обратно. А сделать это возможно, если поднять градус эскалации до максимального уровня, например, устроив крупный теракт. Конечно, это все предположения. Но как вам такая гипотеза, господин Сикорский? Откуда взялась история с дайверами и залуженным? 14 августа стало известно, что Германия выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж, который подозревается в причастности к подрывам северных потоков. Об этом сообщали немецкие СМИ, которые провели совместное расследование. Всего под подозрением три украинских инструктора. По версии следствия, они могли прикрепить взрывчатку к российским газопроводам. Этот самый Владимир в последнее время проживал в Польше. Сейчас его местоположение неизвестно. Что касается еще двух подозреваемых, супругов Светланы и Евгения, то они тоже имеют отношение к Польше. После начала конфликта в Украине Светлана с детьми переехала в Европу, жила в Австрии и Болгарии, сейчас находится в Польше. По словам Светланы, ее супруг Евгений в настоящее время воюет в составе ВСУ. В интервью изданию «Политика» женщина отрицала свою причастность. Она сказала, что ее максимальная глубина погружения составляет 30 метров, в то время как взрывы произошли на глубине 70-80 метров. Она также заявила, что подаст иск против немецких СМИ за клевету. Генпрокуратура Германии отказалась комментировать информацию о выдаче ордера на арест украинского инструктора по дайвингу. Вместе с тем представитель кабинета министров Вольфганн Бюхнер вдруг заявил, что расследование взрывов на газопроводах имеет для правительства Германии наивысший приоритет. Бюхнер также добавил, что результаты расследования диверсии пока не меняют планы Берлина по оказанию поддержки Украины. И далее в дело вступила американская газета The Wall Street Journal. Источники издания сообщили, что Зеленский изначально одобрил план подрыва северных потоков, однако затем отказался от этой идеи. Якобы о планах совершить диверсию узнали в ЦРУ и потребовали у Киева отменить операцию. И все было бы хорошо, если бы экс-главком ВСУ Валерий Залужный не занялся самоуправством. По информации The Wall Street Journal, Залужный несколько изменил первоначальный план, задействовав его реализацией экс-офицера сил спецоперации ВСУ Романа Червинского. Журналисты The Wall Street Journal обратились за разъяснениями к Залужному. Тот заверил, что не причастен к диверсии, а все обвинения не иначе, как провокация. При этом он напомнил, что у ВСУ нет полномочий проводить спецоперации за пределами страны. И все же, по данным издания, немецкое расследование сейчас сосредоточено на Залужном и его помощниках, хотя прямых доказательств у следствия нет. Стоит отметить, что в офисе причастность Украины к подрыву северных потоков отвергли. Там не нашли ничего разумнее, чем переложить вину на Россию. Такой акт может быть осуществлен только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов. И кто всем этим обладал на момент бомбардировки? Только РФ, заявил рейтер, советник главы офиса Михаил Подоляк. В словах Подоляка есть и правда, и ложь. Предположение, что диверсию совершили инструкторы по дайвингу, не выдерживает критики. Такие операции под силу спецслужбам, к тому же далеко не каждой страны. В этом с советником можно согласиться. Но утверждение, что только Россия обладала необходимыми ресурсами для осуществления диверсии из уст подалека, выглядит, мягко говоря, глупо. Пожалуй, среди «друзей» Киева определенно есть парочка государств, которые располагали возможностями и должным желанием, чтобы отрезать Европу и, прежде всего, Германию от российского газа. Польши прищемили хвост? Иногда создается впечатление, что без участия Польши не обходится ни одна политическая пьеса. Правда, как бы и Варшава не пыталась выбиться в главной роли, по большей части ей отводят место в массовке. Однако в этот раз поляки все же отхватили роль покрупнее – одного из злодеев. По данным одной из немецких газет, власти Польши с самого начала отказывались помогать в расследовании взрывов на газопроводах. И даже более. У немецких следователей есть подозрения, что Варшава сознательно затягивала ход расследования. Так Берлин направлял в Польшу запрос о выдаче того самого Владимира Ж. Однако польские власти проигнорировали требования даже после того, как был выдан европейский ордер на арест. Кроме этого, немецкие следователи установили, что парусная яхта «Андромеда», которую могли использовать украинские дайверы, находилась в гавани польского города Кольберг. И сведений об этой яхте польская сторона Берлину не предоставила. В связи с этим издание отмечает, что из-за роли Польши и Украины дело о диверсии на газопроводах становится политическим вопросом. С обвинениями в адрес Польши и Украины выступил экс-глава немецкой разведки Август Ханнинг. В интервью «Дайвелт» он заявил, что между зеленскими президентом Польши Анджием Дудой были договоренности о проведении диверсии на северных потоках. «Как стало ясно из результатов расследования, здесь задействована украинская команда. Однако подрыв мог быть возможен только при поддержке земли. И, судя по карте, к этому явно подключились спецслужбы Польши. Кроме того, я думаю, могла быть договоренность между руководством Украины и Польши», – сказал он. Цитата ТАСС. По словам Ханнинга, отказ Польши от участия в расследовании и выезд из страны одного из подозреваемых также указывают на причастность польских властей к подрыву. «Это точно не была частная инициатива инструкторов по дайвингу. Большую роль сыграли польские и украинские военные ведомства», – отметил Ханнинг, назвав диверсию актом государственного терроризма. Экс-глава немецкой разведки считает, что Берлин должен потребовать от Киева и Варшавы возмещения убытков за подрывы газопроводов. Речь идет о сумме в 20-30 миллиардов евро. После такой шумихи в СМИ польским властям пришлось отреагировать. Пресс-секретарь генпрокурора Польши Анна Адамяк сообщила порталу Аннет, что Владимир Ж. в начале июля уехал из Польши в Украину. При этом имя подозреваемого, в отношении которого был выдан ордер на арест, почему-то не было внесено в поисковую базу. В итоге мужчина беспрепятственно выехал из Польши. В то же время в канцелярии Дуды заявили, что ничего не знают о договоренностях Зеленским подорвать российские газопроводы. Дело ведет германская сторона. Польша не знает детали расследования, заявил представитель канцелярии польского лидера Войчих Колярский. Если Колярский не знает, что сказать, то самое время ему обратиться к главному польскому дипломату Сикорскому. Тот уже много чего наговорил, и, к слову, весьма успешно. Ведь теперь под ударом оказался сам Дуда, который, между прочим, в польско-польской войне находится с Сикорским по разные стороны баррикад. Зачем топить заложного? Ну, вернемся к скелетам. Как правило, если их вытягивают наружу, значит, это кому-нибудь нужно. Понятное дело, что ни о каком расследовании ради установления правды речь не идет. Правду знали еще два года назад, поэтому и не подпустили россиян к расследованию. Судя по тому, что Зеленского в этой истории отбелили, а Берлин обещает и дальше снабжать Украину оружием, цели очернить нынешние украинские власти не стояло. Топить Польшу тоже никому не нужно. По крайней мере, слишком глубоко. Если в отношении Варшавы и были высказаны претензии, то не в лоб, а покасательный. Одним словом, дернули за поводок, напомнив, кто в большой семье хозяин. В аутсайдерах остается лишь заложенный. Похоже, на его долю выпала роль персонажа, которым хотят пожертвовать ради дальнейшего развития сюжета. Еще недавно заложенного прочили на место Зеленского. Экс-главком ВСУ пользовался популярностью среди украинцев, и некоторые политические силы в стране надеялись перевести его к власти. Между заложенным и Зеленским то и дело искрило, но до пожара так и не дошло. Зеленский отменил выборы, снял заложенного с должности и отправил его послом в Лондон. Но что будет, если главком ВСУ вернется в Украину? Не захочет ли он поучаствовать в политической жизни страны? Когда идет большая игра с серьезными ставками, места для подобных вопросов не остается. На этой неделе служба о внешней разведке России обнародовала довольно интересную информацию. По ее данным, в Вашингтоне растет недовольство Зеленским. Как в демократической, так и в республиканской партии выражают сомнения в целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи, который получает Киев. Недовольны американские элиты и самим Зеленским, лихорадочные действия которого угрожают выходом эскалации за пределы Украины. Отсюда планы по замене украинского руководителя на более управляемого и сговорчивого, который устроил бы большинство западных союзников. По информации СВР, в качестве подходящего кандидата в настоящий момент рассматривается бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Под него уже заточена работа аффилированных НПО. В дальнейшем предполагается развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Зеленского с целью вынудить его покинуть свой пост, сообщает российская разведка. На самом деле дискредитация Зеленского на Западе началась еще в минувшем году. Отчет можно начинать с его сентябрьских визитов в США и Канаду, где Зеленский угодил в скандал с чествованием эсэсовца. А затем западные СМИ, резко сменив милость на гнев, начали постоянно сравнивать Зеленского с залуженным. Не в пользу первого. Указывать на промахи украинского лидера, его усталость и слепую веру, граничащую с мессианством. Закапывать Зеленского в тот момент еще не решались, но почву готовили. Залуженный же на фоне Зеленского наоборот набирал очки, в том числе у западной публики. Но можно ли его считать достаточно управляемым? За эксглавкомом закрепилась репутация человека, который многие вещи делал по-своему, не боясь противостоять Зеленскому. Для Запада такой кандидат мог бы оказаться новой головной болью. Можно предположить, что дискредитировать в ближайшее время будут не только Зеленского, но и залуженного. Лишь бы не допустить его в большую политику. В этом плане история с северными потоками подходит идеально. Немецкие власти расскажут избирателям, что поймали главного злодея. Его же обвинят во всех экономических тяготах, с которыми столкнулась Германия, будучи отрезанной от российского трубопроводного газа. Обелить свою репутацию попробуют и власти США, аккурат перед выборами. Ну а Зеленскому залуженным придется до конца отыгрывать прописанные для них роли. И при чем тут Курская область? В ситуации с Курской областью авторитетных мнений и гипотез еще больше, чем с северными потоками. Кто стоит за действиями ВСУ, какие цели преследуют, как нужно реагировать, чтобы не подсобить врагу и так далее. Если смотреть через призму истории с северными потоками, речь о той, которую сейчас продвигают США и ФРГ, то вырисовываются два варианта. Первый, как уже говорилось ранее, заточен на то, чтобы сменить власть в Киеве. Вряд ли западные стратеги всерьез думали, что операция ВСУ в Курской области несет стратегическое поражение России и заставит ее пойти на уступки. С другой стороны, украинская армия изо всех сил пытается удержать фронт на Донбассе. Отвлечение сил на Курщину как раз и может стать стратегическим поражением для Украины. Если фронт обвалится, так и будет. И не зря в Вашингтоне всячески дистанцируются от операции ВСУ в Курской области. Мол, мы ничего не знали, до сих пор пытаемся выяснить, и вообще Зеленский там творит, что хочет. После провала ВСУ именно Зеленского могут назначить главным ответственным. При любом раскладе на смену ему уже есть кандидаты. А благодаря истории с газопроводами и списка претендентов вычистили залужного. Второй вариант во многом противоречит первому. Но времена такие, ничего не поделаешь. США, как известно, называют страной Голливуда. И спецэффекты там не только в кино. Историю с операцией в Курской области можно превратить не только в поражение Киева, но и в его триумфальную победу. Не зря западные СМИ с таким восторгом сообщали о заходе на российскую территорию вражеских войск. Впервые со Второй мировой войны. Их не пугала эскалация. Не волновало, что Россия может нанести жесткий ответ. Был лишь дикий восторг и стремление убедить публику, что бояться красных линий России не нужно. Подрыв северных потоков точно так же можно обернуть в пользу бравых украинских военных. Раз сами спланировали, сами осуществили, значит на многое способны. И не зря США в них поделили. Не зря столько денег отправили Киеву. А все победы впереди. Потому что даже из самой сложной ситуации украинский солдат найдет выход. Чем же не сюжет для очередного блокбастера. Есть надежда, что американский избиратель при таком раскладе вновь уверует в мудрость демократов. Какая из этих версий может оказаться верной, покажет дальнейшая судьба заложного. Да и Зеленского. И все же стоит отметить, что события в Курской области отнюдь не сводятся к смене власти в Украине. Или даже предвыборной кампании в США. Операция в Курской области это нечто более глобальное. В некотором смысле ее можно рассматривать как большое учение. Благодаря которым противник пытается прощупать почву. И под противником, естественно, подразумевается не Украина. А силы, которые уже длительное время готовятся к масштабной войне. Уникальность ситуации в том, что при должном внимании выводы из этих учений могут сделать не только инициаторы. Тут есть над чем поразмыслить российским политикам и военным стратегам. Есть о чем подумать и Беларуси. Включив нашу страну в сценарий своих маневров, Запад наконец-то вскрыл карты. А значит, теперь следует быть готовыми ко всему. Субтитры создавал DimaTorzok